Сегодня мы поговорим с вами о такой актуальной теме, которая называется недержание мочи и кала. К сожалению, все чаще на приеме приходится сталкиваться с этим явлением. Причем, ежели раньше я таких пациентов наблюдала уже в возрасте пожилом, и нужно было им носить памперсы, когда появились трусики, они очень радовались, трусики Телла, по-моему, фирмы, которые позволяют находиться длительно в них и не испытывают дискомфорта от того, что постоянно идет истечение мочи и кала. Так вот сейчас уже приходится сталкиваться с маленькими детьми. Что же это за явление и как нам хотя бы помочь на начальных этапах, а желательно на начальных этапах уже это сделать, то есть предупредить. Чаще всего это связано с наличием системного семейного кандидоза, то есть у нас ребенок рождался по матке, которая уже была повреждена грибковой инфекцией. Грибковая инфекция у нас была активирована антибиотиками, в результате мы получили устойчивые штаммы грибов. И вот эти устойчивые штаммы, они начинают нам создавать кислую среду. Кислая среда, чего сфинктеров мочеиспускательного канала и сфинктеров ануса, кислая среда. Это есть среда для того, чтобы у нас произошло такое явление, которое называется изменение структуры клеток. Изменение структуры клеток. Каких? Клеток сфинктеров. Это явление называется сфинктерит, заболевание, да? Клеток сфинктеров. У нас сфинктер мочеиспускательного канала, сфинктер ануса, у нас сфинктер есть между пищеводом и желудком, сфинктер есть между желудком и двенадцатиперстной кишки. Поэтому это явление недержание мочи и кал, это уже проявление общего заболевания, когда в кислой среде продуктов воспаления, то есть размножение грибов устойчивых к антибиотикам. У нас начинается меняться структура тканей и отсутствует тургур. Для того, чтобы изменить эту ситуацию, мы с вами обязаны отработать те причины, которые к этому приводят. Да, мы уже ничего не сделаем с устойчивыми штаммами грибов, потому что сейчас, если я начинаю расписывать, сколько антибиотиков различных принял один человек, это достаточно многое, уже список будет и мы ничего с вами с этим не сделаем, потому что мы уже это прошли. Наши родители, которые родили, они тоже принимали антибиотики, затем принимали антибиотики дети, у которых и развелось явление системного кандидоза и недержание мочи и кала, это следствие воспаления грибкового у мам прежде всего, поэтому оно и появилось у ребенка. Недержание мочи и кала мы и должны отрабатывать с вами, меняя среду кислую на обязательно защелачивание. Причем, где мы должны с вами делать защелачивание? Мы должны с вами это делать в области фактически всех сфинктеров. И вот представьте, как это нам успеть отработать сфинктер ануса, сфинктер мочеиспускательного канала, сфинктер вот здесь у нас в кишечнике еще имеется, все тело, поэтому это и называется защелачивание всего тела. Во-первых, мы убираем косметику, которая кислая. По PH-полоске мы можем проверить любую косметику, она кислая или щелочная. У нас должна быть однозначно щелочная косметика любая или те средства, которые мы применяем на тело. Поэтому я применяю препараты виватона, потому что это просто все щелочные травки собраны в данном случае на шатырном спирте, затем на различных средах, которые дают нам в итоге PH-9. Мы можем применять с вами мертвую воду, живую воду, сочетая ее, устраняется так грибковая микрофлора. Но конкретно посмотрим с вами обработка, получается, животика от зоны подреберья до зоны половых органов. Мы должны вбивать виватон вот в эту структуру от ребер и ниже. Когда это делать? После купания вечером мы обрабатываем зоны живота, потому что проявлением закисления и недержания мочи у нас может еще быть и расхождение мышц по белой линии живота. Наверное, тоже это уже у ребенка присутствует, да? Нет пока, да? Но самое важное у нас с вами это обработка ануса ректальными свечами, которые позволят у нас держать анус в щелочной среде. Для этого применяли раньше непосредственно кусочек хозяйственного мыла. И это также тема остается актуальной. По крайней мере, промывать нужно анус, нужно обязательно промывать пенис у ребенка. Опять с щелочными препаратами. И мы можем применить такой же кусочек мыльца и для пениса, и для ануса. Обработка на ночь вот этими щелочными препаратами позволяет нам сделать среду более щелочной. И тогда постепенно, по сроку изменения, в 2-3 месяца у нас уже убирается сфинктерит. Но и детей мы можем учить урологическому массажу уже. Что делать? Надо учить мальчика сжимать, разжимать анус. Вот просто такое упражнение с задержкой. Мы сжимаем анус, задерживаем. Надо недописивать чуть-чуть, учить его. Вот недописи и подержи, чтобы он учился держать. Это вот работа мамы, конечно. Мама сможет обучить ребенка, а лучше бы еще, конечно, папа, обучить, насколько можно мышцами двигать постоянно. Потому что любое движение создает прилив свежей крови. Для того, чтобы уменьшить количество грибов, непосредственно место их размножения, это желудочно-кишечный тракт. И у ребенка первоначально недержание мочи и кала было вызвано все-таки запором. Запор – это размножение грибов в области сигмовидной кишки и сужение просвета, почему он не ходил. А после этого возникает недержание. Сначала идет запор, затем мышцы слабеют в кислой среде, потому что растягиваются. И потом с кровью уже был. Ну, что такое повреждение крови или недержание мочи и кровь в моче, и кровь в кале, что вы заметили. Это тоже тема наследственная. Мне вчера пациентка рассказывала, что у них уже третье поколение идет моча с кровью. Вроде как никто не поймет. Так вот, эти удивительные устойчивые штаммы грибов кандида, они способны перегрызать непосредственно капилляры. Все это написано в учебнике. В учебнике грибковой инфекции у нас прописано, учебник грибковой инфекции обычный. И когда мы говорим, что это есть кандидоз, мочи, половой системы. Вот это и есть недержание мочи. Кандидоз, мочи, половой системы. Потому что мамы сейчас обычно для профилактики молочицы принимают препараты противогрибковые во время беременности. И ребенку уже идет устойчивый штамм. Поэтому мы с вами должны применять как препараты противогрибковые. Но если они уже применялись и не оказали эффекта, значит мы будем работать только за счет щелочной среды. Это, собственно, вот у нас выход такой. И мы обязаны обеспечить ребенку до каждой еды выход обязательно желчи. Желчь самая уникальная щелочь, которая у нас содержится. Поэтому до еды наклон, до еды намаз, если это ваша религия так предполагает, это обязательное условие для таких деток, наклон до еды позволит выйти желчи. И тогда у нас будет среда, в которой грибы, даже если они у нас устойчивые, устойчивые штаммы, они погибнут. Их количество уменьшится. Совершенно мы грибы никогда с вами не уберем. Но отрабатывая количественный план, мы с вами отработаем и недержание мочи и кала. То есть щелочная среда за счет естественных процессов, это массаж, это пропитка виватоном, это непосредственно свечи ректальные для того, чтобы укрепить этот сфинктер. Это свечи мочеиспускательного канала в виде небольших маленьких полосочек хозяйственного мыла, позволяет изменить среду. И стало быть, мы из кислой среды защелачиваем, уберем изменение клеток сфинктера. Поэтому говорят, можно ли это восстановить. Так вот сколько как бы живу, столько восстанавливаю. Применяю герудотерапию, куда непосредственно герудотерапию взрослому народу. Сюда мы и применяем на анус герудотерапии. И на мочеиспускательный канал применяется герудотерапия у нас. Для того, чтобы прилив свежей крови обеспечить, свежая артериальная кровь, она у нас щелочная. Значит мы получим эффект восстановления тургора сфинктеров. Это и позволит ребенку считать себя полноценным. А такие детки, конечно, очень уязвимы в психологическом плане. Они всегда стесняются находиться среди своих ровесников. Они не могут поехать никуда в лагерь. Поэтому приводят вот таких страдальцев маленьких. И мы потихонечку с ними выбираемся. И, конечно, регуляция питания. То есть на момент, когда уже такие изменения есть, я предлагаю пройти прайм-тест, который более индивидуально подберет. Если нет такой возможности, мы стараемся возможность изыскать хотя бы ротационного питания. То есть день животный белок, день однозначно только или растительный белок, или вегетарианская пища. Уход. Отлично, он не ест. Ребенок сам уже выбрал. Он ушел. Овощи в основном кушает? Тоже мало. Тоже мало. Чем же он питается у нас? Крупы, да? Зерновые вот у нас питаются. А вот тут вот, возможно, мы с чем-то и вредим ребенку, да? Но хорошо. И много молока. А вот что мы должны убрать, когда у нас устойчивые штаммы грибов? Это непереваренный казеин. Это их питание. Что такое среда для грибов? Вот это молоко, да? Поэтому молочные продукты, конечно, мы должны однозначно, вот молочные продукты перевести на овощи тушеные, да? Когда уже сфинтерит, мы стараемся пока свежих продуктов сминимизировать. Хоть чуть-чуть термическая обработка, чтобы полегче было малышу вот это вот обрабатывать, да? Но молочные продукты мы должны были убрать. Оставим топленое масло или в крайнем случае еще сыр, вот если он привык к этому. Вот. Сливочное масло, оно убирается. Мы убираем белок, у нас получается топленое масло, это без белка масла. То есть мы питание у кандиды забираем. Значит, без грибковое питание, без дрожжевое питание, потому что еще только к устойчивой форме дрожжей туда не хватало, да? Вот. Поэтому избирайте эту тему, получается эффект в укреплении тонуса сфинктеров. Вот чего я вам и желаю. Мы сегодня с вами эту тему разберем.